здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы продолжим с вами говорить об экологически безопасных а также безопасных для здоровья способах контроля болезней вредителей растений среди множества различных натуральных веществ которые мы можем использовать у себя в саду необходимо отметить такую группу как эфирные масла и вообще производные различных растений дело в том что различные растения имеют различные механизмы защиты от вредных насекомых и всевозможных патогенных микроорганизмов и эфирные масла в том числе у многих растений выполняют и эту функцию эта функция эфирных масел пахучих ароматических веществ в принципе давно используется человечеством для борьбы с вредными организмами в первую очередь для борьбы с насекомыми многие насекомые очень имеют хорошее такое прям очень тонкое обоняние гораздо более тонкое чем у людей и насекомые по-разному реагируют на различные ароматические вещества какие-то ароматические вещества их привлекают ну не надо далеко ходить чтобы вспомнить от аромате цветов многие эфирные масла которые входят состав вот этих выделений цветков они как раз очень привлекательны для насекомых другие растения содержат в своих листьях чаще всего стеблях различные вещества и в том числе эфирные масла которые напротив отпугивают насекомых а также действуют заинфицирующие благодаря чему эти растения не подвержены определенным типом видом болезней есть также ароматические вещества которые весьма хорошо или плохо пахнут для людей однако же насекомые на них не реагируют нас конечно будут интересовать те вещества и те масла которые можно использовать в саду для борьбы с вредными организмами прежде всего необходимо поговорить о маслах которые отпугивают насекомых то что многие насекомые боятся и избегают резких запахов это хорошо известно среди таких масел которые мы можем использовать у себя в саду и что будет отпугивать многих вредных жуков в основном жуков то есть и жестокрылых насекомых необходимо отметить лавандовое масло гераневое масло хвойные масла отпугивают многих листоедов листогрызущих насекомых необходимо также отметить очень важное в растеневодстве масло как масло гвоздики масло мяты также очень благотворно действуют в части отпугивания многих насекомых вот у меня есть здесь несколько примеров масел которые я систематически использую но конечно масло гвоздики у меня стоит на первом месте я очень часто использую масло гвоздики для того чтобы отпугнуть например белокрылку тлю и других вредных насекомых на овощных растениях там где использование пестицидов наименее желательно там где они могут накапливаться особенно в ранней продукции вот такая штука как бальзам золотая звезда наверное известен всем еще советских времен вот он сейчас продается в таком жидком виде он содержит целую композицию масел которые отталкивающе действуют на насекомых конечно не всякие овощи можно побрызгать такими составами в силу того что продукция ну если укроп например там или лук зеленый или еще что-то побрызгать то возможно что продукция сохранит этот аромат и это будет не очень хорошо однако же для все-таки большинства случаев использование таких масел вполне вполне оправдано в каком количестве действуют эти масла на самом деле на 10 литров воды нужно не более чем половина чайной ложечки такого эфирного масла в силу того что эфирное масло не растворяется в воде если просто его покапать воду и даже если перемешать она очень быстро отслоится расслоится всплывет наверх и хорошего эффекта у нас не будет в этой связи для того чтобы масло равномерно распределилась по раствору необходимо его про эмульгировать наилучшим эмульгатором является обыкновенное хозяйственное мыло в дозе 50 грамм на 10 литров воды смешанная с эфирным маслом и взбитое вместе с этим эфирным маслом она является прекрасным средством для контроля насекомых надо сказать что странах где очень развито производство органической продукции в тех же соединенных штатах имеются даже коммерческие препараты в состав которых ходит гвоздичное масло мятное масло масло герани и другие некоторые масла кстати цитрусовые масла также очень хороши кто-то может возразить и скажет что да вы что там лимон повреждается тлей вообще корой садится и тля и щитовка на лимон и ничего она не боится верно различные насекомые приспосабливаются к тому чтобы повреждать определенные виды растений но истин в том что многие насекомые имеют достаточно узкий спектр растений которые они могут повреждать и которым они приспособились поэтому если например гвоздичным маслом вы обработаете томаты то или или огурцы то тля которая привыкла повреждать эти растения селиться на этих растениях она их будет соответственно избегать ну если вы обработаете лимонным маслом то соответственно тоже такая тля которая характерна для других видов растений, будет избегать, потому что она не будет понимать, не будет чувствовать запаха растения хозяина. На этой основе, что на той основе, что многие насекомые летят на запах растений, также вот основано действие эфирных масел. Перебивается запах растения хозяина и насекомые просто не чуют этого запаха, поэтому мы всегда рекомендуем минимально повреждать растения, чтобы они не начали испускать свой запах, свой аромат широко, что привлечет многих насекомых вредителей. На этой же основе, на основе маскировки запаха растения хозяина, основан превосходный метод по борьбе с малинным жуком. Наверное, многие удивятся, насколько легко победить малинного жука, малинно-земляничного долгоносика, других таких вот насекомых, которые реагируют на запах растения хозяина. Для этого необходимо использовать ванилин. Всего лишь три грамма ванилина, вот у меня здесь пакетики по полтора грамма, всего лишь три грамма ванилина на ведро воды будет достаточно для того, чтобы еженедельно обрабатывать кусты малины с целью предотвратить заселение их малинным жуком. А обработка грядок земляникой, соответственно, предотвратит массовое появление там различных долгоносиков и прочих насекомых вредителей. Как правильно растворить ванилин? Дело в том, что, ну, в принципе, этот метод не такой уже абсолютно уникальный, он известен, но, к сожалению, не широко известен. И такая неширокая известность этого метода объясняется тем, что многие просто не указывают, как правильно растворять ванилин. Если вы возьмете обыкновенный кристаллический ванилин для выпечки и попробуете его растворить в воде, то ничего у вас не получится. Дело в том, что ванилин в воде не растворяется, он так и остается кристалликами. И поэтому, несмотря на то, что запах как бы сильный есть, вот сколько вы его не держали, он не растворится. В этой связи перед тем, как растворять его в воде, его необходимо растворить в спирте. И наиболее удачным вариантом, ну, можно растворить в водке, хотя и в водке он не очень хорошо растворяется. Я для себя нашел вариант, я беру вот раствор солициловой кислоты, тем более, что мы уже неоднократно говорили, что этот раствор помогает очень хорошо усилить фитоиммунитет растений и мобилизовать их естественную защиту против болезней. И уже в этом растворе, спиртовом растворе солициловой кислоты, ванилин растворится очень хорошо. Вот он уже и растворился. Потом вот это 3 грамма растворенного ванилина в спирте добавляем в ведро воды. В принципе, больше ничего добавлять не надо, разве что какие-то прилипатели для того, чтобы раствор удерживался на листьях как можно дольше. И обрабатываем кусты. Легкий запах ванили, если он будет чуть-чуть сопутствовать созревающим ягодам, ну, какого-то серьезного дискомфорта не принесет. Понятно, что это не абсолютный такой способ защиты. Он не убьет этого жука, он просто его дезориентирует, собьет с толку и жук просто не будет чувствовать вот этого хемотаксиса, привлекательного аромата. Малины не будет реагировать на ваши кусты. Он просто найдет себе другое место для кормежки. Необходимо помнить также, что малинный жук особенно, он питается также и на сливе, и на ежевике, и на других плодовых растениях. Поэтому очень желательно одновременно с малиной обработать и другие растения хозяева. Ну, вот можете видеть, как ванилин хорошо растворился в спирте, а салициловая кислота будет способствовать сопротивляемости болезни. Другая группа масел эфирных является привлекательной для некоторых групп насекомых. Одним из таких масел является сосновое масло, пихтовое масло и вообще масло хвойных растений. Масло хвойных растений, как удивительно, но факт, очень сильно привлекает божью коровку. Это естественная защита хвойных растений от нападения тли. Такое нежное насекомое, как тля, все-таки повреждает такие достаточно жесткие хвойные растения. Казалось бы, что она там может прокусить, однако прекрасно прокусывает и питается хвойными растениями. Так вот, в ответ на повреждения тлей хвойные растения выделяют огромное количество масла эфирного и на это масло слетаются божьи коровки с тем, чтобы подъесть эту тлю. Конечно, эфирное масло хвойное не убьет тлю, но, по крайней мере, привлечет туда побольше насекомых, которые своевременно будут ее там уничтожать и подъедать. Поэтому, если тля у вас на растениях находится только в самом-самом начале своего развития, не спешите использовать тяжелую химию. Попробуйте поработать хвойными маслами. Пол чайной ложечки хвойного масла эфирного на ведро воды с 50 граммами мыла будет прекрасным способом экологического такого абсолютно безопасного контроля тли в саду. Ну и вот здесь у меня не не зря стоит банка с нашим экстрактом хвойным с добавлением папоротника. Мы его всегда используем для также повышения фитоиммунитета, для стимуляции защитных механизмов растений. Если мы его делаем из цельной хвои, оно автоматически уже содержит эфирное хвойное масло. Соответственно, уже будет привлекать божьих коровок для того, чтобы они боролись с вредными тлями. Ну и вот здесь у меня стоит еще деготь березовый. Вы знаете, рецептов с березовым дегтем какое-то невероятное количество. В интернете можно найти и все его хвалят. Действительно он обладает таким достаточно гадким ароматом. Хотя вот на самом деле то, что нам может быть очень приятно, насекомым может быть неприятно. А то, что нам неприятно, насекомых может даже и привлекать. То есть вкусы наши человеческие, вкусы насекомых могут очень сильно различаться. Но по поводу дегтя, да, действительно у него есть определенные эффекты. Но по этому поводу я вот просто хочу даже сразу прочитать цитату. Цитату из как бы официального описания дегтя. И здесь написано вот что. Значит, в коре березы, из которой добывается деготь, содержится и то, и то, и то, и то. И там целый комплекс, огромный комплекс всевозможных веществ. В принципе эти вещества хорошо описаны, их фармакологическое действие хорошо описано. Но здесь написано следующее. Деготь содержит канцерогенные вещества. Очистка же дегтя от канцерогенов, к сожалению, затрагивает компоненты с выраженным терапевтическим действием. То есть это означает, что если мы используем деготь, который обладает дезинфицирующими и инсектицидными свойствами, то одновременно он обладает и канцерогенными свойствами. Это все о березовом дегте. Если же он очищен от этих канцерогенных компонентов, то в этом случае он, к сожалению, и перестает действовать. Он утрачивает вот это свое опасное, ядовитое, активное начало. Несмотря на то, что деготь широко используется человечеством для лечения болезней, нужно просто вспомнить какие-то истории тоже из жизни. И до конца 20 века фармакопейные, фармакорецептурные справочники входили различные мази, кремы и так далее, содержащие и соединение ртути, и соединение мышьяка. Но на сегодняшний день, к счастью, найдены более эффективные способы лечения. И несмотря на то, что сотнями лет вот эти ядовитые вещества использовались в медицине, на сегодняшний день их использование является ну попросту каким-то каменным веком, дикостью самой настоящей. И когда мы делаем 10 шагов назад и приходим снова к каким-то таким отравляющим веществам и начинаем их использовать снова в саду или снова на себя мазать, ну кроме как дикость это ничем не назовешь. Избегайте, пожалуйста, подобного рода веществ в своих садах, какими бы соблазнительными не были результаты. Будьте здоровы, соблюдайте правила безопасности, берегите себя и берегите природу. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok